Большинство россиян, это почти 84% считают себя счастливыми. Таковы данные в целом. Причины ощущения счастья это здоровье и жизнь близких, семья, дети, хорошая работа. И мы бы добавили сюда еще любимая работа, которая дарит новые возможности и заслуженные награды. Здравствуйте, это программа КФУ «Итоги недели». Сегодня мы расскажем. Идея была поддержана на заседании Попечительского совета нашего университета. В память о великом ученом. Как Казанский университет отметил день рождения Николая Лобачевского. Эта книжка была моя любимая книжка. И вот я, наверное, оттуда родилась. Валиде у меня интерес к математике. Математике все возрасты покорны. Чем завоевала царица наук лауреата международной премии и медали имени Лобачевского. Процесс пошел. Что осталось сделать для включения астрономических обсерваторий в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Не успел Казанский университет отпраздновать свой день рождения, как наступила новая пора для того, чтобы еще раз заговорить о приятных событиях. 1 декабря университет отмечает особую дату – день рождения Николая Ивановича Лобачевского. Ровно 229 лет прошло со дня рождения выдающегося ученого Коперника геометрии, как его называли, основоположника неевклидовой геометрии. Он – символ Казанского университета, выпускник, ставший ректором альмаматор. Николая Лобачевского по праву можно назвать великим строителем Казанского университета. В честь дня рождения Лобачевского в университете прошло сразу несколько событий, одно из которых наиболее важное. Это церемония награждения лауреата международной премии и медали, названной в честь великого ученого. Кто стал обладателем премии и какие проекты были еще приурочены ко дню рождения Николая Лобачевского в нашем репортаже. За выдающиеся работы в области фундаментальной и прикладной математики. Именно так звучит главная идея международной медали и премии Николая Лобачевского. В этом году премию получил профессор МГУ имени Ломоносова Иджат Сабитов. Обладатель премии и медали 2021 года имени Николая Ивановича Лобачевского профессор Иджат Хакович Сабитов. В торжественном награждении приняли участие вице-премьер Татарстана Лайла Фазлеева, ректор Казанского университета Ильшат Гафоров, председатель совета директоров Акбарсбанка Валерий Сорокин, а также члены ученого совета КФУ, представители ведущих научных и образовательных организаций. Как отметил Ильшат Гафоров, престижная награда в новейшей истории университета вручается в третий раз. Идея была поддержана на заседании попечительского совета нашего университета, который возглавляет Рустам Наргалевич Миниханов, за что мы хотим выразить большую благодарность нашему президенту. От имени президента Татарстана Рустама Миниханова ученого-математика поздравила и Лайла Фазлеева. Она выразила слова благодарности за добросовестную и компетентную работу коллективу Казанского университета и членам международного жюри. Я хотела бы всем тем, кто сегодня причастен к возрождению традиций, к совершенствованию математической школы Республики Татарстан, Российской Федерации, выразить слова глубочайшей благодарности президента Республики Татарстан. И, конечно же, я хотела бы сказать нашему лауреату самые искренние слова и пожелания добра, долгих лет жизни и совершенствования математики. От имени Акбарсбанка победителя поздравил председатель совета директоров Валерий Сорокин. Он торжественно передал профессору премиальную карту банка. Награда была зачислена в размере 75 тысяч долларов. Именно такой размер денежной премии был установлен в этом году. В этот же день в честь памяти выдающегося русского геометра сотрудники университета, студенты и лицеисты пришли к его памятнику для возложения цветов. В мероприятие приняли участие ректор Кафуэль Шадгафуров и лауреат премии Инжав Цабейтов. После церемонии гости посетили музей Лобачевского. Он расположен на втором этаже ректорского дома, где Лобачевский проживал со своей семьей. Здесь находятся подлинные предметы из фондов музея истории Казанского университета. Рукописи, прижизненные издания Лобачевского, его личные вещи, а также материалы от самих потомков ученого, фотографии и документы. И в данном случае вы видите афишу о том, что проводится празднование вечера в зале Болевского собрания. За время своей работы музей стал неотъемлемой частью университета и города. Его посетили тысячи студентов, жителей и гостей города. Здесь проводятся научные конференции, мастер-классы, шахматные турниры, открытые лекции ученых и выставки. 1 декабря дан старт и научно-популярному проекту «Про наука в КФУ». «Ночь великих» – так назвали 13-й сезон проекта. Эволюция экономической мысли, как стать Нобелевским лауреатом, как придумать свой язык, о началах геометрии, ее современных достижениях и даже о шутках и анекдотах о великих ученых. Обо всем этом было рассказано в программе. Увлекательные опыты, эксперименты, а также онлайн-экскурсии по интересным уголкам университета. Особенность проекта – обучение в виде развлечения. В «Про науке» продемонстрировали современные достижения ученых. Все это в легкой, доступной форме в сопровождении зрелищного интерактива. 20-я всероссийская молодежная школа-конференция «Лобачевские чтения» прошла с 1 по 4 декабря. К участию приглашены преподаватели, научные сотрудники, аспиранты, магистранты и студенты-старшекурсники. Здесь выступили лауреат международных премий, доценты, научные сотрудники ведущих вузов России. Салават Мухаммадуллин, Эльвина Минабуддинова, КФУ. Итоги недели. Возрожденная международная премия, которая в этом году в обновленном формате вручалась в третий раз, наконец была вручена именно нашему соотечественнику, российскому ученому. До этого награда уезжала в США и Канаду. Ее удостоился ученый-математик, профессор кафедры математического анализа Московского государственного университета имени Ломоносова, доктор физических наук Иджад Сабитов. О том, как его в детстве увлекла математика, и за какие исследования ему вручена награда, мы поговорили с героем торжественной церемонии. Здравствуйте, Иджад Хакович. Поздравляем вас с получением премии медали имени Лобачевского. Спасибо, спасибо. Сразу первый вопрос. В 23 года после окончания Таджикского государственного университета и обучения в аспирантуре вы представили свою первую серьезную научную работу на всесоюзной конференции. Расскажите, как это было и сложно ли в тот момент? Вы имеете в виду конференцию Еревана, имеете в виду? Да, да. Я занимался научной работой, скажем, нашим заниматься с третьего курса. На третьем курсе была студенческая курсовая работа, за которую я получил некое такое племя, скажем. Ну, я, во-первых, я учился в Душанбе, учился. Тогда был Сталинобат, назывался еще, да? Вот. И была награда мне, Парцфельмены подарили за выдающуюся научную студенческую работу. Это было после третьего курса. А после, на четвертом, пятом курсе я занимался в двух направлениях математикой. Во-первых, направление было герметрия, направление второе было теория функций комплексного переменного. Так вот, я по теории функций комплексного переменного после окончания университета получил, ну, скажем, результат достойного внимания. Ну, и тем самым, когда было объявление конференции в Ереване, она была называлась Всесоюзной конференцией по теории функций комплексного переменного, Я решил направить туда свою работу. Работу приняли, допустили меня туда на конференцию. И тогда я впервые участвовал на конференции всесоюзного масштаба. Впервые летел на самолете, причем с двумя пересадками. Это все было в новинках. Ну, я, скажем так, для меня было одновременно немножко страшновато и приятно, потому что, когда я рассказал свой результат, ведущий специалист по этой области Гахов, Федор Дмитриевич, сказал, этого не может быть. Да. А потом я поставил эту работу на отзыв и сказал, может быть. Нужно было почитать. Да, то есть почитать. То есть, одним словом, весь интерес любой хорошей научной работы, чтобы результат был неожиданным. То, что кажется тривиальным, это неинтересно. Понимаете? Потому что новое доказательство, скажем, может быть так, а вот как в моем случае, так скажем так, без лишней скромности, если ведущий специалист думал, что такого не может быть, а оказалось, может быть, значит, им сам эта работа достойного внимания получать. Ну, вот таким образом, я и остался, такое мое впечатление от моей первой научной работы. Вот вы родились в Подмосковье, затем в Оренбургскую область пришлось переехать. Расскажите об этом периоде и кто все-таки привил любовь к математике? Да, это хороший вопрос и очень интересный вопрос. Тогда я вам скажу уже. У меня мать была учительница в городе Воскресенске. Была очень большая татарская диаспора, будем говорить, да? И там были татарские школы даже не были. А отец работал тоже, он работал в линии культпросвета, так называется. То есть он был заведующий библиотекой. Работал, да. А мать была учительницей. И эвакуация, когда мы поехали, то мать захватила много книг, какие там были, да? Среди них была книга, называлась на татарском языке, на латинице написанная, название «Синища-нища». Сколько будет, по-твоему? Так, вот эта книжка, она была нашей самой любимой книжкой. Моя и брата, и сестры. Вся была разрисована. Так, это была, я не помню, кто был автором. Да, не помню. Ну, смысл к ней не был. Ну, типа книга Перельмана, ну, вы знаете там, живая математика, такого типа, да? Там разные задачки были очень интересные, да. Вот я их читал, и до сих пор помню эту задачу, рассказываю детям. Когда, допустим, кончится интервью, я вам расскажу задачу какую-нибудь оттуда. И вот эта книжка, она меня и привела, я думаю, сюда, любовь к математике. Синища-нища. Вот. Я книжку могу рассказать, историю дальнейшую. И я, когда уехал, учился в Душанбе, книжку я с тобой туда взял. Ну, как-то ее использовал для работы в математическом кружке со школьниками. Ну, а потом, когда я уехал, она пропала. Я очень долго искал эту книгу. Очень долго искал. Во всех библиотеках никак не мог найти. Обратился за помощью к Арату Захидуину, сотруднику нашей национальной библиотеки Татарстана. И дал ему название этой книжки. Представь себе, ее нашел в Ашхабаде. Нашел книгу. Вот. И потом он прислал оттуда, не оттуда, сказали, прислали фотокопии этой книжки, да. Теперь я назову его фамилию автора Гершизон. Вот. Перевод с русского языка. Ну, ориентируешься на 1937 года победим из Дании. Вот. Тем самым было очень много задач занимательных. Ну, там решения не всегда были. Надо было их находить, да. Но, тем самым, вот эта книжка была моя любимая книжка. И вот я, наверное, оттуда родилась в Абидеуме на интересской математике. Это я так себя чувствую, да. А не могли бы вы рассказать о работе, за которую как раз-таки и получили премию медаль имени Лобачевского? И вообще, как прошла церемония? Я выступил с маленьким докладом, и название было «Вторая молодость формула Герона». Я специально подобрал тему, там, ну, поскольку у меня, как бы, в приказе и в решении написаны за выдающиеся работы во множественном числе, вот, я, значит, должен был выбрать какую-нибудь тему. Я выбрал тему, которая должна была быть понятна даже школьникам. Если кто помнит формулу Герона, в чем ее смысл? Смысл работы теорема Герона в том, что он нашел площадь треугольника, зная информацию о границе. Он знает длинный сторон, и, получается, ему нужно найти площадь. Уже для четырехугольника это уже неверно, потому что вот ромб со стороны длины А и квадрат со стороны длины А, они имеют те же самые длинные сторон, площади разные. В этой ситуации площадь не восстанавливается по границе. А теперь, переходим к трехмерному случаю. То аналог формулы Герона есть. Самый простой многограник – это тетрайдер. Ну, это известный треугольный пирамида. Вот для меня формула есть. Тоже уже выражает не площадь, а объем через длины ребра. И вот я обобщил эту формулу. То есть, тем самым, суть моей работы за это в том, что я умею находить объем любого малогранника, любого малогранника, зная длинный ребер. И, ну, если, конечно, условия, знаю то, что называется комбинатору строения. Это значит, знаю, как грани друг с другом соединены. И последний вопрос. Хотелось бы узнать, как вы думаете, какие перспективы у математики и геометрии? В каких направлениях они будут дальше развиваться? Да, хороший вопрос. Так как предугадать. Ну, у геометрии очень много связей с физикой. Очень много связей. Как, скажем, по содержанию. И очень много связей с алгеброй и с математическим анализом в широком смысле слова, в смысле методики работы. Так вот, они развиваются в двух направлениях. Одна, скажем, геометрия более абстрактная, связанная, большей частью, с такими придуманными, созданными человеческим разумом ситуациями. И другая сторона уже та, которая идет от природы. Вот эта часть именно от физики идющая. И поэтому я думаю, что будет развитие... Дело в том, что когда у вас есть аппарат, создается его в абстрактной части. Когда абстрактная часть... Вот те, кто занимался абстрактной частью, они создают аппарат. А развитие и применение – это те, кто ближе, так сказать, к жизни. Вот как раз то, чему я занимаюсь, это ближе к жизни в том смысле, что вот геометрические объекты меня интересуют именно как существующие в природе. А по поводу ситуации, то, что называется многомерная геометрия, и то, что называется геометрия плоскости пространства, я это объясню таким образом. Мой шеф, ну, извините за выражение, такой не шеф, а научный руководитель, так сказать лучше, Николай Валюсихимов, говорил так. Когда был спор, вот какая геометрия ценнее, многомерная или же пространственная, или плоская, он сказал так. Мы живем в трехмерном пространстве. И пока есть цивилизация, люди будут интересоваться трехмерной геометрией. Большое спасибо за интересную беседу. Еще раз поздравляем вас. Спасибо. Еще один повод для радости. Казанский университет прошел предпоследний этап включения своих астрономических обсерваторий в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Номинационное досье объекта рассмотрено и одобрено Комитетом всемирного наследия. Соответствующее подтверждение поступило от постоянного представительства России при ЮНЕСКО в Париже. Таким образом, Казанский федеральный университет вышел на финишную прямую. На неделе в КФУ под председательством ректора Ильшата Гафурова состоялось заседание рабочей группы специалистов вуза по этому вопросу. Как рассказал ректор, пакет документов для включения в основной список одобрен. Осталось предоставить окончательный вариант номинации. В нем должны быть указаны существующие изменения, коснувшиеся комплекса обсерваторий, а также перспективы его дальнейшего развития на ближайшие 10-15 лет. Напомним, решение о включении комплекса астрономических обсерваторий Казанского университета в предварительный список ЮНЕСКО принято в прошлом году. С этой идеей вышли университет и правительство Татарстана. Она нашла поддержку в самом ЮНЕСКО. В проект вошли загородная астрономическая обсерватория имени Энгельгарда и городская обсерватория, расположенная во дворе главного здания университета. Как студенты КФУ выигрывают миллионы? Об этом во второй части программы. Также далее. Как минимум 30% преподавателей должно все-таки быть со стороны Российской Федерации. Положение о филиале КФУ в Джизаке. Кто будет преподавать в Узбекистане? Перед нами издание воображаемая геометрия профессора Николая Лобачевского. Бросил вызов Евклиду. Как Лобачевский открыл новую геометрию? Студент КФУ завоевал специальный приз конкурса «Студент года медики». Это первый в России конкурс, который посвящен именно медицинскому студенческому сообществу. Это трек национальной премии «Студент года». Он прошел в Хантамантийске. В двух этапах премии приняли участие свыше 1 тысячи студентов-медиков. До финала дошли 100 человек из 24 регионов. Студент Института фундаментальной медицины и биологии, уроженец Ирака Хусейн Амар Сафулдин Хусейн, стал обладателем спецприза и денежного вознаграждения. Кстати, после возвращения с конкурса, Хусейн Амар сразу же из аэропорта отправился на смену в Республиканскую инфекционную больницу. Здесь он подрабатывает медбратом в красной зоне, а также работает в качестве волонтера-медика. За добровольческую деятельность студент КФУ неоднократно был отмечен благодарностями и дипломами от различных общественных и государственных организаций. О других событиях из жизни Университета и Республики в нашем дайджесте. В Казанском федеральном университете состоялось первое рабочее заседание ученого совета в новом составе. Его провел председатель совета и ректор КФУ Ильшат Гафуров. Было рассмотрено пять вопросов. Заметителем председателя ученого совета избран Дмитрий Таюрский. Секретарем члены выбрали Дмитрия Щелкунова. Также Ильшат Гафуров провел церемонию награждения сотрудников университета. Особое внимание было уделено также положению о филиале Казанского университета в городе Джизаке в Республике Узбекистан. Наши затраты в основном будут ориентированы или сфокусированы на подготовке образовательных программ. И как минимум 30% преподавателей должно все-таки быть со стороны Российской Федерации. То есть, скажем так, не граждан Узбекистана на старте. Либо людей, которые у нас получили образование, у нас получили дипломы кандидатов в наук и поехали на родину работать. Институт информационных технологий и интеллектуальных систем КФУ начал реализацию образовательной программы совместно с компанией СБЕР. Стар Диедали, ректор университета Ильшат Гафуров, исполнительный директор департамента по работе с госсектором дирекции цифровые решения для государственного сектора Олег Лениченко и заместитель управляющего отделения Банк Татарстан Сбербанка Руслан Ахатов. Программа включает в себя двухгодичное обучение по аналитике и управлению разработкой Product Development на цифровой платформе СБЕР. Первый набор составил 13 магистрантов. Руководитель Следственного управления Следственного комитета России по республике Татарстан, генерал-майор юстиции Валерий Липский выступил с лекцией в КФУ. Слушателями стали студенты 4-го курса юридического факультета. Тема лекции – следователь как профессия и призвание. Лектор рассказал о преступлениях, раскрытых в республике и привел примеры из своей практики. В условиях 21 века органы следствия образуют собой одно из ключевых звеньев в системе правоохранительных органов и судебных органов любого развитого государства. КФУ – студенчество – добро. С 21 по 30 ноября студенты и сотрудники университета посетили Лаишевский, Чистопольский, Альметьевский, Лениногорский, Елабужский, Нижнекамский и Нурладский детские дома, а также социальный приют «Теплый дом» в Дрожжановском районе. Для их воспитанников были проведены мастер-классы по вокалу, хореографии и театральному мастерству. Также для детей был организован онлайн-концерт с участием творческих коллективов и студентов КФУ. Студенты провели с нашими ребятами мастер-классы по сценическому мастерству, по вокалу, по хореографии. Все дети были очень довольны. Студенты нашли общий язык с нашими ребятами. И надеюсь, все эти навыки, которые сегодня дети приобрели, понадобятся им в дальнейшем и будут способствовать благоприятной социализации и интеграции в общество. Магистрант КФУ стал самым молодым победителем Лиги лекторов. Это всероссийский конкурс общества знания. Его участниками стали больше двух с половиной тысяч человек. Директор фонда развития КФУ Ильнур Хазипов вошел в число победителей. Как финалист он выступил перед студентами высшей школы экономики с лекцией «Крутая идея и рубль в кармане. Как найти ресурсы для своей идеи без собственных вложений». Самым юным, конечно, был мой коллега. Это Рамиль Боговиев. Он институт ИМИМ. Он, к сожалению, не выиграл бы этот, но очень достойно представил свою лекцию на финале. И мы с ним вдвоем приехали. Ему 19, мне 23. Мы вот так смотрим на профессоров, на кандидатов наук, на крупнейших предпринимателей страны. Там были программные директоры, скиллбокс. Кого только не было. С 1 декабря в России вступил в силу закон о бесплатном доступе к социально значимым интернет-ресурсам в списке 371 сайт. Это сервисы госуслуг, государственных органов, министерств, ведомств, средств массовой информации, банков, соцсетей и маркетплейсов. Воспользоваться ими можно даже при нулевом балансе. Также с декабря заработал закон, который должен защитить россиян от мошенников. Так, отечественные сайты, имитирующие официальные сайты банков и финансовых организаций, или предлагающие участие в финансовых пирамидах, будут блокироваться без решения суда. О других новостях из мира интернета и социальных сетей расскажет мой коллега Леонид Толчинский. И снова с вами «Смотрите сами». Неделя оказалась содержательной по части событий вокруг цифрового медиапространства. Трудно выбрать что-то одно для обсуждения. Вот что зацепило на самом излете недели, и что является на самом деле многозначительной иллюстрацией в непростых изменениях в обществе под давлением цифровых технологий и возможностей. На заседании одного из местных дискуссионных клубов выступил столичный политический консультант Григорий Казанков. Вот что он сказал. В последние 5-6 лет у нас много примеров, когда граждане смогли добиться отмены или пересмотра тех или иных решений власти самого высокого уровня, исключительно благодаря самоорганизации на новых цифровых платформах, в мессенджерах и соцсетях. Вот так говорит спикер. По мнению Казанкова, эти платформы помогали в короткие сроки собраться большому количеству единомышленников, чтобы громко заявить о своем мнении. Благодаря цифровизации мы скоро войдем в эру прямой демократии. Массу вопросов скоро можно будет решать, проголосовав напрямую через интернет-сервисы, не используя механизмы представительной власти. Граждане смогут ставить власти совершенно конкретные технические задачи, подытожил Григорий Казанков. Мне показалось, что как-то зря дискуссия в таком контексте не была продолжена. В озвученной позиции очень явно лежит ключ к пониманию, на мой взгляд, критических заблуждений тех, кто активно пытается сегодня влиять на принятие высоких управленческих решений. Прежде всего потому, что в контексте сказанного видно, что политтехнологи эпохи цифры часто путают то, что они называют прямой демократией, демократией, сахлократией, вырожденной формой демократии, основанной на меняющихся прихотях толпы, ведомой демагогами. Следующая опасность заключается в том, что всем этим морочат голову, в том числе и молодым людям, наводя их на убеждение, что сбившись стаи, в том числе и анонимно, можно навязать обществу и власти любые решения. И ведь отчасти такому подходу потакают. Грустно, что не социальные, а политические технологи правят балл сегодня в принятии решений, прикрывая свою наивность очень красивыми словами и демонстрируя решателям не совсем верные пути, не давая возможности и обществу осознать, что же на самом деле происходит. А происходит ровным счетом ничего. Как же трудно сказать банальную правду, ведь тогда твое надувание щек уже не будут так ценить. Власть всегда на всех этапах развития использовала самые современные на соответствующем этапе развития инструменты обмена информацией с народом. И вот тут главное – контроля за всеми процессами. Не надо мучить себя иллюзиями. Цифровые возможности для общества – это прекрасно, но это и новые возможности для тотального контроля за всеми процессами в обществе и всеми заводилами. И спровоцировать власть на непродуманные действия, уйти от ответственности за неправомерные действия, даже если ты сколотил вокруг себя массы френдов в соцсетях, так же не удастся, как это было и в доцифровую эпоху. Скорее наоборот, выявление деструктива становится более точечным. Царящие иллюзии чем опасны? Посмотрите на разгул антиваксеровской истерии в сетях или на потерявшую берега в иных сообществах экологическую повестку. В тот же день, когда выступал Казанков, стало известно о приобретении группы ВКонтакте «Газпромом». Надо ли пояснять, что контроль за базами данных всегда был ключевым фактором в удержании ситуации под контролем в цифровом обществе? И кто сделал уверенный шаг к поглощению под свой контроль очередного безбрежного массива баз данных ВКонтакте? В этом ровным счетом, кстати, ничего нет. Как нет никаких невероятных изменений, о которых говорят иные политтехнологи. Есть новые возможности и инструменты. И ничего больше. И может признание такой глобальной стабильности сегодня куда важнее, чем игра в политтехнологии на ниве цифровизации. Всем доброго. Два студента Казанского федерального университета стали победителями всероссийского конкурса «Твой ход». Всего 200 человек со всей России получили гранта в размере 1 миллиона рублей. В число победителей вошли студент Института международных отношений Максим Савкин и представитель Института филологии и межкультурной коммуникации, а также Института социально-философских наук и массовых коммуникаций Инделя Шакирова. Инделя сегодня пришла к нам в студию. Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня вы одна отвечаете на наши вопросы. Максим не смог вырваться с работы, но тем не менее. Условия участия в конкурсе были одинаковыми для всех. И я так понимаю, правильно? И расскажите, как вы смогли попасть на конкурс, как смогли пройти в финал? Конкурс в этом году проводился впервые, и нужно было пройти несколько этапов для того, чтобы пройти на финал конкурса. Соответственно, первый этап был решение тестов на сайте и участие в всевозможных образовательных кампусах, мастер-классах, которые проводились онлайн. Дальше мы решали кейсы, мы выбирали определенное направление, которое нам интересно. Лично я выбрала направление «Говорю о главном» и разработала свой медиастартап. Дальше нас оценивали по итогам этого этапа. После лучших участников пригласили на полуфиналы конкурса, которые прошли по всей России от Калининграда до Дальнего Востока. И в Казани, соответственно, собрались все ребята Приволжского федерального округа. Мы работали в маленьких командах. После этого нас оценивали специальные люди, которые называются фасилитаторы. Они оценивали наши личные качества, то, как мы проявляем себя в команде, какие у нас есть лидерские способности и так далее. По итогам полуфинала также определились лучшие тысячи участников со всей России, которые отправились в финал. Вы так прошлись практически по всем этапам этого соревнования, если так можно выразиться. А каким из них для вас показался самым сложным? Расскажите о нем подробнее. Наверное, самым сложным был этап полуфиналов, потому что там нам пришлось работать в течение двух дней. 24 на 7, грубо говоря, в маленьких командах с людьми, которых мы не знали до этого момента. И нам пришлось платиться, стать настоящими друзьями, чтобы решить мегавызовы, чтобы решить задания, которые нам давали. И вот именно этот этап оказался мне самым сложным, потому что там я определила сильные и слабые стороны самой себя и начала работать над своими личными качествами, преодолела, скажем так, саму себя. Какой момент для вас стал самым запоминающимся на конкурсе? И вот вы сказали, что работали в коллективах, и здесь были представители других регионов или только из республики? Если из других, то как находили общий язык? Наверное, стоит упомянуть о том, что на полуфинале мы работали в Татарстане, соответственно, большинство ребят было именно из нашей республики. Там нам было легко работать друг с другом, потому что все понимали, кто откуда, и были какие-то общие точки соприкосновения. А на финале встретились тысячи участников со всей России. Тогда было уже сложнее. Пришлось находить общие черты характера, сдружиться внутри команды и стараться вникнуть в человека, определить его психотип, и после этого начать работать. Поэтому было, конечно, сложно на финале, потому что каждый хочет перетянуть одеяло на себя, но тем не менее мы старались, старались выслушивать разные точки зрения, находить общий язык, и пришли вот к такому результату. А почему вы решили принять участие в конкурсе, и был ли у вас до этого подобный опыт? Я решила принять участие в конкурсе, потому что мне об этом конкурсе, в принципе, рассказала знакомая, которая выиграла подобный же конкурс, только для школьников, который называется «Большая перемена». Там участникам также дают большие денежные награды, и она была очень замотивирована и вдохновлена тем, что произошло на «Большой перемене», как она сама смогла выиграть конкурс. И я решила тоже попробовать, чтобы изначально не было цели выиграть конкурс. Изначально мне просто хотелось попробовать себя, найти какие-то новые увлечения, новые таланты раскрыть в себе. И по итогу вот пришла к такому результату. Какой именно приз получили лично вы, и на что планируете его потратить? Тысяча участников со всей России, и только 200 из них победители. Когда я была на самом финале, мне казалось, что на конкурсе может быть только два исхода. Это ты либо проигравший, либо победитель. И 200 человек получают 1 миллион рублей, соответственно, которые можно направить на различные цели. Кроме того, каждый участник финала и победитель получает путешествие по России. У меня сейчас их два, и я очень мечтаю поехать на Байкал, чтобы увидеть его красоту своими глазами. А заветный миллион хочу потратить на свой медиа-стартап, хочу открыть медиа для подростков, чтобы создавать актуальную информационную повестку в Республике Татарстан, и рассказывать подросткам о том, как правильно поступать в каких-либо ситуациях, брать интервью у интересных личностей, и работать, соответственно, с медиа-контентом. А вот этот медиа-стартап, это скорее такая медиа-школа, да, или все-таки действующая, ну, так, условно назовем, студенческая, может быть, СМИ, раз вы сказали, что молодые ребята, чтобы их учить. Вот как вы для себя видите этот проект? Когда я сама только начинала заниматься журналистикой, это было в седьмом классе, я пришла в Казанский федеральный университет, чтобы обучиться на курсах, это была школа молодого журналиста, и именно там я столкнулась с проблемой того, что школьников не берут в редакции работать, им не дают возможности стажироваться, что-то писать, и то, что действительно хочется на тот момент, ну, то есть возраст 14-15 лет, я решила решить эту проблему и создать свое медиа, чтобы сами подростки не только его читали, чтобы они сами туда писали, создавали контент, и, кроме того, конечно же, целевой аудиторией будут молодые ребята, студенты, которым также мы планируем писать интересные материалы. На ваш взгляд, этот конкурс, какие черты вас раскрыл, как вы считаете? Во мне всегда были зачатки лидера, и мне пришлось столкнуться с тем, что я не всегда правильно проявляю в себе этого лидера, и я работала с полуфиналов над собой, над своими качествами, чтобы к финалу прийти, к тому, что я ответственный член команды, который может выслушивать различные точки зрения, создавать новые идеи, генерировать новые проекты внутри команды, и мне пришлось как бы немножко перестроить себя, чтобы не просто быть лидером, человеком, который предлагает идеи и делает все за других, грубо говоря. Мне пришлось научиться быть человеком, который умеет выслушивать других людей, который умеет принимать другие точки зрения, и который работает над тем, чтобы привести команду к итоговому классному результату. Конкурс называется «Твой ход», и вот такой вопрос. В чем ваш профессиональный ход? Ведь вы получаете одновременно два образования, и, кроме всего прочего, еще работаете, ну и успеваете еще в конкурсе поучаствовать. Так в чем он, ваш профессиональный ход? Наверное, все-таки в том, чтобы преодолеть себя и получить вот этот вот результат, прийти к этому большому призу. По-моему, я раскрыла в себе новые грани, стала более увереннее в себе, и сейчас умею проявлять себя не только внутри какого-то общества, но и внутри команды с незнакомыми людьми, и убеждать в том, что моя точка зрения или какая-то моя идея может хорошо реализоваться в России. Наверное, также стоит отметить то, что на финале мы разработали проект по решению проблемы трудоустройства студентов после университета. И я думаю, что я научилась мыслить более масштабно, рассматривать всю Россию для того, чтобы решить большие социальные проблемы, и научилась работать со своими лидерскими качествами, что на самом деле очень важно. Мы будем надеяться, что у вас все получится, и ждем уже скорее выпускников вашего медиастартапа в нашу высшую школу журналистики и медиакоммуникации. Большое спасибо, удачи! И вернемся к основной теме нашего выпуска. Денью рождения Николая Лобачевского. 40 лет своей жизни он отдал Казанскому университету. Он был не только его ректором, преподавателем, но и, как особо подчеркивал сам, Лобачевский библиотекарь. Благодаря Николаю Ивановичу Казанский университет приобрел наиболее ценные экземпляры рукописей и заграничных книг. Особое внимание он уделял комплектованию Востоковедческого фонда, был причастен к составлению каталогов сохранившихся до наших дней. Его стараниями были построены два библиотечных помещения в главном корпусе и отдельное здание библиотеки. Здесь и хранятся главные труды ученого и его основная работа, сделавшая его знаменитым на весь мир. Илья Андреев прикоснулся к истории. Ученый должен идти по непроторенным путям, несмотря на препятствия. Так сказал русский математик Николай Иванович Лобачевский. 1 декабря мы отмечаем день его рождения. Немецкий физик Альберт Эйнштейн сказал об открытии Лобачевского. Он бросил вызов аксиоме. Николай Иванович Лобачевский родился 1 декабря 1792 года в Нижнем Новгороде в семье мелкого чиновника Ивана Максимовича. В 1802 году мать Лобачевского Пелагия Александровна привезла всех троих сыновей в Казань, чтобы отдать их учение. В те годы из всех городов Поволжья и Сибири только одна Казань имела гимназию. Учителя Николая Ивановича отмечали, что он прилежен и хорош. Лобачевский обучался в высшем арифметическом классе. Затем посещал полгода геометрический класс. Студентом стал почти через два года после фактического открытия университета. Николай Лобачевский был первым ректором Казанского университета из числа его студентов. Ректором было 19 лет с 1827 по 1846 года. А всего своей альмаматору он отдал более 40 лет. Новая геометрия, созданная Николаем Ивановичем, существенным образом повлияла на весь ход дальнейшего прогресса человечества. Он не только открыл, но и настойчиво в течение всей жизни углублял и расширял ее идеи, доведя свою геометрию до совершенства. Это издание профессора Николая Лобачевского выходит в 1835 году в университетской типографии. Нужно обратить внимание, что здесь дарственная надпись другу и однокашнику Николая Лобачевского Симонова. Милость его государю Ивану Михайловичу Симону в знак уважения и в память от сочинителя. Иван Симонов выдающийся ученый-астроном, один из первооткрывателей Антарктиды. В 1846 году сменит на посту ректора Казанского университета Лобачевского. Одновременно с Симоновым Николаем Ивановичем в 1816 году назначают экстраординарным профессором. Лобачевский ведет обширную и многообразную педагогическую, административную и исследовательскую деятельность. Преподает математику, читает физические курсы, заботится об оборудовании физического кабинета, читает астрономические курсы, приняв в свое ведение обсерваторию. Перед нами здание воображаемой геометрии профессора Николая Лобачевского, перепечатанное из ученых записок Казанского императорского университета на основании дозволения высшего учебного начальства. Выходит это издание в университетской типографии в 1835 году. Учитывая объем данного издания в 250 страниц, включившего главы, о возможном применении научного открытия, можно утверждать, что перед нами первая полная публикация неевклидовой геометрии, получившая название геометрия Лобачевского. Учения о кривизне пространства также являются развитием идей неевклидовой геометрии. Эти идеи проникли в математику, в теорию функций, в механику, физику, космологию и другие отрасли знания. Педагогический метод Лобачевского и некоторые используемые им приемы подачи материала ярко обрисованы его учеником, Александром Поповым. Профессор Лобачевский умел быть глубокомысленным или увлекательным. В аудитории он заботился об изложении со всей ясностью. Чертил на доске нескоро, старательно. Формулу писал красиво, дабы воображение слушателя воспроизводило с удовольствием предметы преподавания. Любил более сам учить, нежели излагать по авторам, предоставляя слушателям самим познакомиться с подробностями ученой литературы. Лобачевский не одобрял у студентов механического заучивания материала. Иногда с неудовольствием останавливал на экзамене студента, бойко заполнявшего формулами всю доску. Зато часто ему было достаточно ответа в нескольких словах, требовал безукоризненной точности выражений и особенно ценил способность самостоятельного суждения. Велики заслуги Николая Ивановича Лобачевского перед библиотекой Казанского университета. С 1825 по 1835 года он занимает должность библиотекаря. Например, перед нами документ, где идет согласование, ставят подписи профессоров, например, Карл Фукс поставил свою подпись, и автограф ректора и библиотекаря университета Николая Лобачевского. Согласуют, что будет приобретено, какие книги для фонда библиотеки. Активно участвует Николай Лобачевский в жизни библиотеки. К тому подтверждение рукописи, которые представлены в фондах отдел рукописи редких книг, это библиотечные дела, например, за 1831 года. Нужно сказать, что Николай Лобачевский очень активно участвует в жизни библиотеки. Он везде ставит свои комментарии, много что комментирует. Работая в библиотеке, Лобачевский занимался комплектованием фонда, поставив задачу обеспечить рукописными и книжными собраниями все научные направления, развивающиеся в стенах университета. Особое внимание Николай Иванович уделял комплектованию Востоковедческого фонда библиотеки. Ему также принадлежит заслуга организации четкой системы быстрого получения новейших заграничных изданий. Благодаря его стараниям и усилиям было осуществлено строительство двух библиотечных помещений в главном корпусе университета, а затем и обособленного строения для библиотеки. Будучи ректором университета, Николай Иванович Лобачевский энергично занимался постройкой и расширением всех основных научно- и учебно-вспомогательных зданий университета. В это время возводятся здания самого университета в его нынешнем виде. Библиотеки, лаборатории, физики и химии, служащих одновременно и целям медицинского факультета и астрономической обсерватории. В 1835 году было начато и в 1837 году завершено строительство астрономического театра, одного из самых замечательных по нументальности и красоте памятников архитектуры Казани. Деятель университетского образования Николай Иванович Лобачевский сказал «Не столько уму нашему, сколько дару Слову, а должны мы всем превосходством нашим перед прочими животными». Всего вам доброго и до новых встреч! Илья Андреев, Хафиз Гараев, КФУ, Итоги недели. Если хочешь быть счастливым, будь им! К этому призывал еще один представитель Казанского университета, великий русский писатель Лев Толстой. Занимайтесь любимым делом, берегите близких и будьте счастливы! До встречи на следующей неделе!